всем привет меня попросили сделать видео инструкцию как собирать электроды регулярно возникает вопрос как подключить их значит собственно говоря многие получают электроды в таком виде здесь правда стоит вот так вот два электродика еще внутри вот так и здесь с обратной стороны закручены два запасных два запасных то есть что можно сделать надо открутить эти винты достать запасные электроды оттуда эти можно не вынимать в принципе можно и вынять то есть я подключаю следующим образом беру такую ручку дело то есть собственно говоря вот разбираем откручиваю два задних винта дальше беру зачищаю провод зачищаю провод и обворачиваю таким вот образом то есть беру ленточку к которой у вас там будет комплекте эти вот то есть обворачиваю таким вот образом то есть получается моя задача в общем-то как бы обвернуть вот здесь чтобы сохранить диаметр минимальный и сюда на выход потому что на выходе иногда бывает она распушивается далее для того чтобы запустить значит вот так раз два три и четыре то есть вот таким вот образом получаем грубо говоря поверхность дальше берем отсюда пробуем вставлять и слегка развальцовываем то есть для того чтобы она спокойненько входила в нашу трубочку далее переворачиваем то есть внутри отчет ранее сделал вот такая она получилась главная задача что входила в трубочку трубку ходили далее беру принципе для себя отмечаю две крайние точки то есть которых я могу зажать вот это например . и вот эта крайняя . давайте провернуть здесь то есть если я зажиму здесь принципе зажатие будет нормальным если зажиму здесь тоже зажатие будет нормальным то есть поэтому я отметил себе маркером и вставляю вставляю смотрю чтобы эти точки прошли мимо отверстия вот одна прошла . все можно уже зажимать и до 2 я не дошел то есть вот между 1 2 я могу любом месте зажимать выставил чуть-чуть поджал потому что чтоб вошел винт вошел значит слегка назад возвращаю чтоб сел он нормально попасть резьбу и пошел закручивать иногда бывают винты резьба нарезана таким образом она конусом как бы нарезана то есть я беру для того чтобы сохранить скажем так нормальный нормальный натяг винты чтобы было не прослаблено все берут например мечик делаю себя пометку и зарезаю не полностью вот до какого-то перед до какого-то места зарезаю вот на то кстати побитый меч до какого-то места зарезая и останавливаются сохраняя при этом конусность определенную и так вставили закручиваем закручиваем без фанатизма потому что все таки это медь то есть ну и в то же время достаточно для того чтобы был определенный контакт жесткий беру только трубку скажем так с усилием конус нам дает возможность нам приложить нормальное усилие к резьбе потому что раньше первое изначально когда резались они очень часто бывало резьба то есть винтики вот здесь вот он сейчас стоит без люфта абсолютно за счет того что есть определенная конусность он начали нормально заход дальше он без люфта абсолютно идет вот раньше был люфт и раньше очень часто бывало просаживались резьба не срывалась вот затянули одну значит вторую смотрим ну а второй значит тут тоже кстати один один из маркер это когда вставил например прокачал вот то есть вот есть здесь отметинка видно что она допустим вот уже до вошла до то есть я себе ставлю маркер так и так максимум заводим смотрим первый прошел второй вот данной ситуации видно что до 2 как раз только дошли до 2 маркера тут может быть на камеру не видно но поверьте мне вставляем значит здесь важно когда закручиваете проконтролировать чтобы микрик чтобы микрик который там внутри стоит то чтобы его не сломали ролик идет очень часто бывает из-за конусности вот возникает такая очень жесткая тяжелая резьба поэтому надо прикладывать усилия вот значит надо прикладывать усилия зато у вас эта резьба никогда не сорвется получается винт входит за счет того что винт все таки металлический врезаем сему медь то есть винт за счет своего своего диаметра разбивает резьбу то есть он прорезает канавку и разбивает это дает такую скажем усадку скажем так далее меди вот в итоге получается в этом месте медь то есть он не вырезанная а спрессованная в итоге здесь у вас никогда резьбы срыва резьбы не будет проверяем чтобы это все нормально работала если провода немножко неровно стоят сейчас я показывал дату если немножко криво сберем их просто прокручивая проводом для того чтобы вот в этом держатель они внутри были без проворота то есть не было этого напряжение на поворот потому что напряжение на поворот будет давать дополнительное сопротивление внутри держателя то есть просто берем провода это не спокойном состоянии так вот за провод взяли и провернули спросу таки гибкий нет определенную какую-то упругость для того чтобы держать форму проверим все работает мягенько все проверим теперь берем начальничек чуть-чуть взбиваем внутри чисто для успокоения и здесь слегка взбиваем окись значит сейчас я их точу как не банально нашел способ вот на такой точилке я сначала обтачиваю это металлическое то кстати магнум добавил каста какой-то значит оттачивая такой конус ну а дальше на точили затачивая более более острым и загибаю понятно что когда она будет стоять уже держать или уже точилка не получится затачивать вот ну я это делаю напильничком то есть вот взял до изгиба поставил подтянул когда затягиваю за счет того что на винтах как правило вот здесь вот есть канавка вот за счет этой канавки получается что винт иногда точнее винта электрод иногда разворачивается но подбираю кухолк при котором будет более-менее стоять вот еще момент я всегда контролирую чтоб допустим электрод был не слишком далеко заходил вовнутрь то есть надо бывает такое когда перегнул вот то есть это смертельный номер не рекомендую этого делать но иногда можно взять так вот плоскогубцами и чуть-чуть подогнуть в принципе надо смотреть без фанатизма потому что пластик может лопнуть он все-таки печатный вот и при сильном нагрузке при определенной то есть это принципе сейчас печатать заливка полностью ты раньше когда-то печатал не полная заливка и он очень был хрупкий сейчас вроде как и пластик хороший я печатать научился и заливка полная то есть принципе он не должен хлопнуть вот ну я не рекомендую скажем так на месте гнуть лучше достаньте лишний раз и и погните то есть у меня то пластика этого как скажем гора если он даже лопнет как бы жалко конечно но я всегда смогу заменить у вас наверно это горы нету ручек этих держателей ну смотрите данная ситуация сейчас поставлю он будет очень близко и скорее всего скажем так будет совсем так как уже тут один поставлен то второй я наверно буду гнуть буду гнуть все таки вне держателя и смотреть чтобы у вас был примерно под вот так примерно скажем данную ситуацию по оси примерно так на камеру не удобно это сидеть дальше выставил выставил примерно чтобы они были одинаковой длины и зажжем на кстати эта отвертка не совсем то которая должна быть должна быть с прямыми шлицами нам на стоит такая отвертка это ну вот как то так у нас получилось не совсем дожил не совсем так как подстраиваем как надо достаю подгибаю вот видите то что я говорю образуются канавки на их и оставляю специально я мог бы их сточить и специально оставляю что эти канавки наоборот дают возможность чтобы электрод не проваливался вовнутрь вглубь при нажатии поэтому их умышленно не снимаю ну получилось примерно на одной длине сейчас я их подстрою все таки потому что хотелось бы чтобы они более-менее равнозначно работали в данной ситуации вот этот достал за счет таких вот итераций туда-сюда подстроили примерно одинаково длина и проверяем работает мягко прожимается равномерно то есть все настроены пошли ну а этот проводочек обворачиваем вокруг кабеля здесь соберу ставлю стежечку неудобно на камеру это все показывать как то так вот петля здесь делается для того чтобы электроды гуляют то есть для того чтобы была возможность не в натяг то есть чтобы провод не порвался и вот так пошли оборачивать пошли вот так вот оборачивать ну в общем то как бы все на этом дальше там подключается переднюю панель это все вот это кстати сейчас для эксперимента попробовал новый пластик называется он соп-пэт какой-то соп-полимер вроде как из этого пластика типа делаются бутылки пластиковые то есть он должен быть намного тверже лучше работать ну чисто для теста попробуем посмотрю то что сейчас замечено по этому пластику него немножко больше сопротивление трения при работе электродов если они под углом стоят то они как бы немножко больше трутся чем в этом самом чем обоисим ну так потом посмотрим посмотрим вот ну если будете покупать на сайте то есть как бы на сайте но на улице я вас нам продаю б с конечно то есть вот соп-полимер этот сейчас начал попытаться ставить на свои сварки в основном конечно идет абс соп-полимер на сварках там потом хочу отзыв обратную связь получить вот ну как бы на этом все как держатель электрода закрепить спасибо большое если непонятно что за держатель у меня там есть радио раньше видео можете посмотреть для чего он как он работает всем спасибо пока пока пока